Следующая тема нашего курса это игровые удовольствия. Для чего в учебных играх используются игровые удовольствия? Ну, во-первых, игровые удовольствия это неотъемлемая часть жизни, и это, собственно говоря, то, что отличает игру от обычного урока, от обычного опроса, презентации или еще чего-то. Поэтому игровое удовольствие в игре это такое некоторое предчувствие чего-то, что может выпасть какой-то приз, что может быть какое-то интересное задание, что команда может принять какой-то вызов. И в этом смысле удовольствия больше связаны с достижением эмоциональных целей в игре для того, чтобы участники вовлекались. Для того, чтобы думать, какие вы внесете в вашу учебную игру конкретные игровые удовольствия, вам нужно будет вернуться в описание аватара ученика. И снова еще раз посмотреть через призму его жизни. Например, можно будет ответить на два основных вопроса. Каких удовольствий в жизни ученика много и насколько они для него значимы? Например, если какие-то удовольствия много, но они малозначимы, то добавление их в игру не будет никаким образом улучшать мотивацию и интерес поддерживать. Но если эти удовольствия значимы, то они обязательно должны присутствовать в игру, потому что именно в этот момент игрок, ученик в вашем случае получает такое признание в игре. И второй вопрос, который нужно будет посмотреть, это какие удовольствия тоже для него значимы, для ученика, но их в дефиците. И вот эти удовольствия тоже должны в жизни присутствовать, и их нужно внести в игру, потому что это как раз добавит и динамики, и позволяет ученикам чаще брать задания более высокой сложности, потому что им может, например, у них не хватает удовольствия признания, потому что, например, ученик учится как-то в среднем. Но если в игре будут задания среднего уровня, которые он уверенно может выполнять, то у него будет восполнен вот этот дефицит удовольствий, и он в один момент может решиться взять в игре задания более высокого уровня. Таким образом, игровые удовольствия преследуют прежде всего цель поддержания интереса и мотивации игроков участвовать в игре и изучать предмет. Таким образом, обязательное условие игры, чтобы она стала реиграбельной, и чтобы она была интересная и мотивационная для игроков, в ней должны присутствовать первое – значимые игровые удовольствия, и желательно те, которые у него находятся в дефиците. Кроме того, игровые удовольствия должны учитывать разность детей, которые будут участвовать в игре. Это то, о чем мы говорили в уроке, когда говорили про аватары игроков, что разные дети имеют разные стремления, соответственно, для них в игре должны быть разные награды, разные наказания и так далее. Если вы посмотрите на текущие картинки, например, то вы увидите, что есть дети, которым хочется похулиганить, и какое-то игровое удовольствие в игре в эту сторону может быть. Например, нарисовать какую-то картинку смешную. Точно так же, как есть дети, которые любят выполнять сложные задания, на второй картинке, например. И здесь должно быть какое-то удовольствие достижения, когда за сложное задание он, например, не просто очки получает, какой-то там, не знаю, орден. Сейчас мы разберем основные виды игровых удовольствий и посмотрим, как для разных учеников, для разного возраста, для разных аватаров, для разных типажей учеников, можно включать разные игровые удовольствия. Например, традиционное игровое удовольствие – это гордость за достижения. Поэтому большая часть игр имеет соревновательный характер. Там это игры либо на скорость, либо на количество очков, но там, где всегда есть победители. Поэтому игровое удовольствие, первое и самое важное – это гордость за достижения. Второе важное удовольствие, особенно в учебных играх, в классе, это для сплочения класса, например, это удовольствие сопричастности, что я не просто поиграл, а я смог задание какое-то сделать в команде, я смог ей принести вот здесь очки, вот здесь я ей помог преодолеть препятствия. Поэтому здесь, когда мы говорили еще про задание, там важно и уровень заданий поддерживать для разных типов учеников, и уровень удовольствия тоже для разных типов учеников обеспечивать. Третий тип удовольствия – это варищество, да, это, например, когда нужно сходить, договориться с соседней командой и забрать у нее какой-то ресурс, либо попросить какой-то ресурс, который нужен вашей команде. Это вот удовольствие сопричастности, я помог кому-то. Важное удовольствие – удивление. Это когда в игре вы можете вводить каких-то интересных, необычных персонажей, могут быть неожиданные подарки, вплоть до живых, настоящих подарков, если у вас игра будет живого действия. У вас могут быть какие-то персонажи, похожие на тех, кто в жизни. Вы можете какую-то игру представить в виде вашей школьной жизни, и у вас появятся там персонажи, похожие на директора, персонажи, похожие на родителей, персонажи, похожие еще на кого-то. И когда ученики это вдруг узнают, для них может это быть удивлением. Игровое удовольствие может быть еще и безопасный страх. То есть команда может на что-то решиться, но при этом они знают, что у них, например, есть какая-то страховочная карта или ничего страшного, если не решиться, они потом там догонят. То есть вот это такой небольшой вызов в адреналину в игре тоже хорош. Шестое может быть тип игрового удовольствия – это наведение порядка. Ну, например, если у вас игра предусматривает переходы на разные уровни, то вот эта вот отметка сделана. То есть я молодец, я выполнил все задания первого этапа. Галочку поставили. Ну, или команда переходит на следующий уровень – это удовольствие порядка. Или там, например, команде нужно собрать артефакты одного вида для того, чтобы что-то дальше с ними сделать. Команде нужно собрать ресурсы определенного типа для того, чтобы она могла переправиться на остров. И тогда вот ребята в игре учатся соблюдать этот порядок, чтобы добиваться цели. Еще один из значимых игровых удовольствий – это радость дарения. Это, например, выручить, когда вы играете в, например, какая-то командная игра, и какой-то команде не хватает ресурсов, то там может быть введено условие, карточка или событие, когда, например, если у вас есть избыточный ресурс, вы можете передать любой другой команде, которой вы считаете нужным или которой этого не хватает. И вот эта радость дарения – это тоже особое удовольствие. Ну и, соответственно, радость дарения может балансироваться радостью возмездия. Чтобы у вас игра не была слишком непохожая на жизнь, мы уже говорили, это как раз в разделе «Библиотека ситуаций», что важно, чтобы она была похожа на жизнь, чтобы там был баланс ситуации выигрышей и ситуации потерь. То вот эта вот радость возмездия, когда если какой-то игрок демонстрирует плохую стратегию поведения, то он может чего-то лишиться. Ну, например, если вы играете командами, у вас есть там совет племени. И по итогам каждого раунда у вас походит совет племени, который пересматривает условия для каких-то команд. И там, например, какую-то команду может совет племени решить не выпустить на следующий раунд, потому что она в предыдущем раунде подвела или повела себя некорректно по отношению к другим командам. Здесь на слайде есть некоторые еще дополнительные типы игровых удовольствий. Это победа над обстоятельствами, где нужны трудности и вызовы преодолевать, где есть удовольствие иерархии своего места в команде, когда можно внутри команд задавать разные роли, и в том числе роли, которые подкрепляют самомнение учеников, и его самоуважение повышают. В игре может быть удовольствие эстетики. Ну, например, если у вас хватит сил и времени сделать персонажей красивых, например, вырезать их из каких-то материалов, напечатать игру на красивых листах. Это всегда, в общем, только улучшает динамику игры и больше нравится участникам. Одно из еще значимых удовольствий для более высоких уровней таксономии Блума это удовольствие фантазии и удовольствие хакнуть систему, да, обмануть ее. Фантазия, например, когда вы, имея там какие-то, например, ресурсы, позволяете игрокам достраивать историю. Это могут быть игры с открытыми решениями. Ну, например, такой тип игры – это и игры по выбору профессии. Вот там ученик может достроить свое решение, и там получить игровое удовольствие фантазии, что не только выполнит рациональную цель, например, познакомит его с профессиями, познакомит его с навыками, которые нужны в профессии, но и подумает, а как эти навыки могут еще где-то пригождаться. И вот то, что я говорила про удовольствие хакнуть систему, обмануть ее, найти лазейку в правилах и воспользоваться, это тоже лучше оставлять, потому что, когда мы будем дальше говорить о написании правил, ну, во-первых, в игре никогда не удается описать все правила, как правило, что-то остается незамеченным. И тот игрок, который спрашивает, а можно ли это делать, если это в правилах не прописано, то обычно при прочих равных условиях считается можно. И в этот момент игроки, которые это поняли, они вдруг дают себе чуть больше разрешения, и внутри у них возникает ощущение, что они как раз нашли эту лазейку в правилах, воспользовались ее и, возможно, получили преимущество перед другими командами. Еще раз хочу сказать, что здесь список игровых удовольствий не является завершенным, потому что для разных учеников, еще раз говорю, для разных задач, список игровых удовольствий может быть продолжен, вы можете сюда вписать еще иные игровые удовольствия. Здесь я вам привела примеры, как в разных играх реализованы разные типы игровых удовольствий. Например, игра «Стать владельцем бизнеса и паровоза» — это может быть игра про игровое удовольствие достижения, это игра про игровое удовольствие порядка, здесь есть удовольствие хакнуть систему. В игре «Майнкрафт» очень четкое удовольствие на создание, как раз на фантазию, а что я еще могу построить. Там удовольствие сопричастности, когда я могу еще свою команду собрать. Игра «Брамелька», которая вот здесь ниже изложена, это, безусловно, удовольствие эстетики, потому что вот эти вещи, которые сделаны, там где-то тканевые, где-то деревянные, где-то вот эти необычные карточки, это, безусловно, очень интересно всегда для участников. Ну, игра «Помидорный джот», а то тоже использует много игровых удовольствий, и эстетику, и киноэстетику здесь, потому что все эти помидорки мягкие, и в то же время здесь есть игровые удовольствия достижения, где все корзинки складываются, и еще командное взаимодействие, можно внести свой вклад в команду. Ну, и точно так же, как с библиотекой ситуации, где мы говорили, что должны быть ситуации в разных типах разных уровней, должны быть случайные ситуации, баланс плюс и минус, точно так же в игровых удовольствиях нужно соблюдать баланс этих удовольствий. Что такое баланс удовольствий? Это прежде всего баланс наград и наказаний. То есть, если у вас события, это или карты, или еще каким-то другим образом вы эти события вводите в игру, важно, чтобы было примерно одинаково наград и наказаний. Важно, чтобы эти награды и наказания были примерно одного веса, чтобы не были награды, например, избыточные наказания маленькие, или наоборот, потому что и то, и другое будет влиять на динамику игры, и в какой-то момент покажется, что она либо там слишком сладкая, либо излишне несправедливая. Поэтому первый баланс. Второй баланс удовольствия – это справедливость и случайность. Мы тоже об этом уже немножко говорили, когда важно, чтобы математика игры была такая, чтобы один случайный ход не изменял весь расклад. Хотя мы знаем, что в жизни так бывает, но в целом, если мы сейчас говорим об учебной игре, где мы хотим в том числе ученикам показать, что чем больше они знают, понимают, разбираются, чем больше они знают фактов, чем глубже они знают предмет, тем больше у них вероятность выигрыша, то есть удовольствие справедливости, то вот баланс удовольствия, справедливости и случайности должен быть, конечно, в пользу справедливости. Но в то же время вы можете придумать игру, например, на управление изменениями, на стрессоустойчивость, где будет баланс смещен в пользу случайности, и участники просто, им будет интересно понаблюдать за собой, а как они реагируют на случайности, как они вообще работают со случайными событиями. И, наконец, как мы уже говорили, баланс удовольствия – это еще баланс позитива и трудностей. В игре должны быть удовольствия, которые создают позитив. Это не обязательно может быть награда. Позитив – это может быть, вы никаких очков не заработаете, но, например, вы вытаскиваете карту, и написано, вы можете поблагодарить любого человека в этом классе за что-то хорошее. А трудность может быть, например, вы сами готовы выйти сейчас, вы можете сейчас себя либо любого другого игрока из команды на один раунд исключить. Это, например, в каких-то играх может создавать существенный дисбаланс интересов. Поэтому важно, чтобы было и позитивное, и было что-то трудное, что сделают участники. И то, и другое создает им балансы, что они могут, что они преодолевают себя, и в то же время нет такой избыточной сладости. Поэтому вот эти балансы позитива-трудности я тоже вам привела примеры, как они могут быть. На первой картинке это карты Уна, где есть и награды, и наказания, и справедливость, и случайность. Это могут быть кубики. В данном случае кубики могут быть не только с точечками, которые пропорциональны количеству шагов, но и кубики, на которых будут нарисованы какие-то события. Ну и, например, вот там побег в одной из компьютерных иг, это может быть награда за справедливость. Ну, например, ты как-то хорошо себя ведешь по отношению к другим людям, и тебе что-то разрешено, что другим не разрешено. Для того, чтобы игровые удовольствия тоже очень естественно смотрелись в игре и не были от нее оторваны, для этого нужно провести такую же связку, как мы делали с ситуациями с библиотекой ситуации. Например, вы выявили у своих учеников какие-то игровые удовольствия, которые для них значимы, которые у них находятся в недостатке, и вы писали эти игровые удовольствия. Ну, например, игровое удовольствие гордое за достижение. Как оно проявляется в жизни? Ну, например, я старался в четверти и получил хорошую оценку в конце, можно мне не писать контрольную. Вот оно, игровое удовольствие. Как оно может проявляться в игре? В игре может быть событие. Если вы собрали все яблоки в срок, вы получаете право взять карту со следующего уровня, или вам разрешено участки переворачивать не только яблони, но и груши. Вот это достижение. То есть, сделал правильно, хорошо, получил что-то дополнительное. Или второй пример. Игровое удовольствие, удивление. В жизни оно как может проявляться? Человек может удивиться, что можно вообще игру переиграть, если отстаешь. И это будет его стимулировать идти до конца. Таким образом, в игре, как это удовольствие может проявиться, если вдруг вы там, в смысле, ваши ученики или ваша команда отстает, то вам можно быть предложено событие. Вы можете вытащить вопрос на 100 очков. И если команда это сделает, то она удивится, что оказывается у нее есть сила на то, чтобы ответить на такой сложный вопрос и вытянуть себя, например, выше в рейтинге игровом. Поэтому вот это удивление, что так можно, оно тоже будет дальше побуждать участников продолжать играть. Какое задание нужно будет выполнить по данному модулю, чтобы закрепить материал? Посмотрите еще раз аватары ваших учеников, уточите учебную цель, что нужно вспомнить, повторить, закрепить. и составьте по предыдущему слайду список игровых удовольствий, которых у данной группы детей в избитке или не хватает. Соответственно, придумайте в игре события, которые будут эти игровые удовольствия стимулировать и таким образом побуждать участников дальше играть. Субтитры создавал DimaTorzok